всем добрый день сегодня очередное видео про турбодизель это d4 я объемом 2 литра kia sportage 2005 год я не помню мы уже вроде бы снимали по замене прокладки клапанной крышки здесь будем менять может быть оно и было но еще раз сегодня снимем принципе покажем но мы немножко будем делать сравнение еще с одной kia sportage вот она стоит вот стоит сейчас она на ремонте у электрика не смог пройти мимо там был такой ужасный ужасный беспредел больше сервиса хозяйка у нас бабушка вот они там прям очень сильно ее обманули сейчас я вам даже покажу расскажу просто я то после них снимал там топливные форсунки то есть там было были рекомендации отбор сервиса после ремонта замена прокладки клапанной крышки она у нас было там не оригинально это первое второе углы были не промазаны течь была очень очень сильно вот но там по машине еще туда турбину меня там вообще прям ужас по полной а толку толку никакого вот здесь небольшая течь масло то есть вот и специальничка но это не основная не основная наша задача просто это мы сделаем заодно комплексом вся работа будет составлять прокладка клапанной крышки 7500 еще диагностика полного привода но это отдельно потом посмотрим не за что там с полным приводом и фрезеровка шахты форсунки то есть прокладка принципе меняется не совсем сложно но основная задача при снятии прокладки это съем топливных форсунок смотрите мы здесь будем ставить 4 но форсунки проблема такая что на холодную машина прекрасно заводится едет все хорошо то есть все прекрасно как только нагревается машина заводится со второго третьего раза либо не заводится вообще потом она заводится с трудом еле 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 работает там какие-то 30 секунд я не знаю минуту то есть не реагирует на педаль газа потом бомс в один момент выравнивается работа двигателя и машина прекрасно едет здесь я менял прокладку лапанной крышки прокладку обязательно надо оригинальную ставить здесь на этом двигателе якобы якобы при демонтаже топливных форсунок обломались все четыре болта крепления на той машине я вам покажу и и за каждый болт bosch сервис взяли якобы за высверливание этих болтов из головки блока цилиндров по 8000 рублей первое сейчас вы поймете что высверлить болт объясняйте клапаны крышки невозможно это первое и второе эти болты не ломаются никогда ну не знаю может быть когда-то и ломаются но моей практике такого не было вот она самое интересное здесь делали производили ремонт четырех форсунок у нас получается ремонт четырех форсунок работа 10 тысяч рублей и вот высверливание болт форсунки 4 штуки 32 тысячи рублей по 8 за каждый снятие установка форсунок и поиск неисправность и вот они получается у нас здесь 55 600 и внизу 44 350 это запчасти то есть заснятие форсунок и ремонт этих форсунок взяли 100 тысяч рублей очень жестко по электричеству они бросили и отправили машину дальше то есть здесь по двигателю я все пели проверил также снимал регулятор были скачки ошибка по контролю давление топлива на регуляторе была забита сеточка там меняется ой снимается он прям просто моется чистится это вообще без проблем так вот вопрос почему они там снимали топливные форсунки делали там была точно такая же проблема как здесь точно такая же на горячую машина либо не заводилась либо заводилась но не реагировала на педаль газа проблема на самом деле в распылителе топливных форсунок дело в том что на холодную на холодную дать температуру охлаждающей жидкости видится холодный двигатель и увеличивает количество впрыска топлива поэтому она заводится без проблем на горячий он видит что она горячая он дает гораздо меньше количество впрыска и распылитель который забитые неисправны и выработка уже на самой игле распылить они не справляются с давлением и и если допустим простой прям простой эксперимент у меня очень-очень много было с куча таких допустим сейчас мы ее глушим она не заводит но если отсоединить датчик температуры вот он здесь у нас находится то она заведется с пол оборота и будет работать без проблем но будет стоять в аварийном режиме здесь будет оригинальная прокладка клапаны крышки потом кольца под форсуночки вот из-под второй у нас выходит и будут четыре новые топливные форсунки форсунки здесь прописывать не нужно потому что там в рекомендациях bosch сервиса указано что форсунки надо прописывать в блоке управления этого двигателя даже нет функции для прописки топливных форсунок вот у нас новые форсунки шайбочки здесь уже идут все на своих местах смотрим чтобы ничего не было обломано потому что коробочки этот фара парочка коробочек вот были вот так открытый вот кто-то их открывала здесь уже такой запачка на поэтому надо открывать и смотреть чтобы все было на своем месте так вроде все порядка сейчас быстро я замою замою и вернемся к той теме а по поводу обломанных болтов я не знаю я очень очень много моторов сделал это d4a и d4 eb это 2 литра и 2 и 2 у них такая же то есть именно конструкция по снятию топливных форсунок и никогда ни одного случая у меня не было и не слышал даже и люди едини не приезжали даже и люди которые сами делали бывают есть машины где никогда не отваливаются не отламываются болты не закисает форсунки но притаскивать люди иногда эти машины у которых там что-то сломан но вот с этими ни разу не было берем плоскогубцы вот это заглушка ее надо поднять вверх и прокрутить по часовой стрелочке то есть тут вот он механизм который перекрывает с пружинкой именно по часовой иначе вы ломаете кронштейн а кто знает сейчас вот сказал что не бывает а сейчас сразу и на 200 раз отломается и там внутри болт вот он смотрите какая глубина его то есть я опускаю ключ туда вот он где-то примерно он от клапанной крышки два сантиметра если он даже отломился то через это отверстие не снимая ничего ну невозможно там этот болт сверлить или что-то делать мы можем снять сейчас клапанную крышку и там по факту уже увидеть как это и вот смотрите отворачиваю болты они всегда в масле они всегда в чистоте раз и болт открутился вот и до щелку 2 3 болт и все они идут от руки то есть когда вы сорвал его такое ощущение что они первый раз вернуть и вот все болтики потому что они внешнего воздействия то есть какая-то влага или что-то на них не действует они всегда находятся в чистом теплом уютном месте то есть под клапанной крышкой вставляем этот аторок чтобы вытаскивать форсунки вот руками твоего отворачиваем ну я не знаю как то но я бы наверное не смог бы высверлить это первое таких условиях во вторых опять же если мы там что-то внутри сверлим то мы снимаем просто сказать что мы сверлили но при этом рекомендациях оставили замена проклад клапанной крышки и она не снималась ими она снималась давно здесь тоже сгорают пламя госящей шайбы тоже на 2 литра и 2 и 2 тоже они сгорают но крайне крайне редко то есть если сейчас мы все вытащим посмотрим там плоскость внизу если все хорошо то необходимости для фрезеровки не будет тех форсунки вытаскиваются хорошо это говорит о том что шайбы не сгоревшие пламя госящей самое сложное во всем это снять эту крышечку вон тот нижний болт с ним надо помучиться очень мало места кстати на тук сони и на санта фе классик побольше мест так нижнего болта нету на крышке вот крышка болтается а это болтись хоть есть а крышка еще ой 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 боже мой так все как-то не хорошо получилось то что это так за зверь сделал видно что клееную было теперь отворачиваем шланг крепления шланга тут поддерживает шланги гидроусилителя ну то есть вот он снялся снять легче чем поставить поставить будет сложнее и вот вся загвоздка в том что вот он как раз она перекрывается на клапанную крышку и поэтому мы не можем ничего с ней сделать клапанная крышка затягивается один раз его то есть нет такого что и потом надо подтянуть или что-то потому что у нее есть на клапанной крышке то есть алюминиевые отливы они же являются ограничителем затяжки об и сняли эта штучка еще откручена она не откручена сорвана все так будем вот эти менять вот она клапана проклад клапанной крышки она мягенькая но у нас особо и не текла вот он болт ведь с кронштейном вот было заявлено что вот эти болты были сломаны здесь и эти ребята то есть вот получается болт еще вот он болт у нас не сливала здесь уберут грязь немножко вот оно отверстие где стоит болт смотрите насколько он опускается в глубину еще на полтора сантиметра высверлить без царапины без последствий не снимая клапанную крышку я считаю невозможным очень часто съедает кулачки распредвала вот они то есть на них сразу обращаем внимание нет ли выработки не редкость когда бывает выработка и все сейчас все помоем почистим соберем все подготовили сейчас есть маленький моментик там при установке сам покажу смотрите у нас будут новые заглушки резиночки надо будет вот этот прям резиночку ли толщиком прям мазнуть если правильно грамотно замените вот этот комплект все сделайте можете забыть надолго надолго про течь масло это сальничек потом номерочек это прокладка клапанной крышки заглушки номерочек прежде чем собрать ну это можно и не снимать кронштейны с болтом форсунок можно не снимать смотрите сюда какой момент то есть вот он кронштейн стоит вот так вот он вот в момент когда вы вставляем это когда уже форсунка стоит но в момент когда мы отворачиваем болт вот мы его выдвигаем и прям аккуратненько вроде бы как прижимаем и по пазу проходит это все если вы неправильно сделаете может трухнуть под клапанной крышкой и вы оттуда это не вытащите сейчас я наживлю а перед установкой форсунок я их ослаблю и отодвину в сторону так по колодцам у нас все хорошо фрезеровку здесь делать не будем все просмотрел все по вычистил убрал то есть также два бугеля крайне 1 и 5 почистил то есть под герметик все поехали прокладочка это тот момент когда я вытащил ее из оригинальной упаковки и буду браковать и выкидывать короче случилась такая штука я поставил не обратив внимание что все оригинально стал притягивать клапанную крышку я знаю точно какое должно быть усилие то есть мы тянем там крест на крест потихоньку распределяем усилий и надавлю но я не почувствовал вот этого сдавливания прокладки болты просто сразу уперлись и все снял обратно и вот вот допустим старая у нас прокладочка и вот новая обратите внимание то есть старая намного шире чем новая как объяснить такой факт ну как вы видите любому может попасться это гадость вот вытащили отсюда сейчас вернем обратно но это не с нашего магазина это ребята привезли у нас не было в наличии вот есть что то сейчас будем решать но прокладка прям намного намного ниже потому что даже вот простой момент когда стал составлять сальники я не почувствовал стук с той прокладки если не обратите внимание на такой факт то вот она прямо как вылазит у нас вот снимаем то есть это старая прокладка которая уже местами пыталась 10 миллиметра 22 и 2 не знаю кто и где взял но я даю и обратно потому что я уже не первый раз это ставлю также себя ведут не оригинальные прокладки я на сто процентов уверен что машина вернется и будет обливаться маслом вот дедушка у нас первый раз поэтому ошибок не должно быть смотрите не получилось у нас показать вам как все сделали по работе как все работает причина в том что оказывается что-то случилось у клиента и срочно срочно надо было быстро ее собрать и вечером он ее тут же забрал мы решили отложить уже на следующий день то есть на сегодня и и показать вам прокладочку как ложится туда-сюда все но этого не вышло потому что очень срочно помимо того что даже заказали верхний кожух грм вот который у нас разломанный его заказали его не было в наличии уехал он без него болты от нее остались у меня а привезли вот тоже точно таким же номером но пакетик немножко другой ножка отличается пакетик но там лежит нормальная толстая то есть высокая прокладка сами видели что никто не застрахован от того что подделка просто сплошь и рядом сейчас многое с масляными насосами и очень много с бошевскими то есть запчасти которые в коробках оригинальных лежат завели там все работает кстати дымочек сизый тут же исчез пропал то есть с трубы вчера прям там ввалили клубы дыма то есть мотор стал работать мягко цель всей замены топливных форсунок то есть заменой прокладки клапанной крышки была то есть уже еще раз напомню то есть проблема проблема на холодную заводится машина без проблем единственные были моменты то есть нюансы принципе можно было ездить нюансы были такие то есть так как форсуночки немного не критично скидывали в обратку то есть под нагрузкой они держали давление они сбрасывали в обратку у нас и на горячую то есть она уже заводилась не из пол оборота а стартеру приходилось сделать там три-четыре оборота для запуска это первое второе у нас там шел сизый дым именно на горячую иногда она то есть не всегда но так как в основном опять же смотрите есть такой момент сейчас стало прохладней и проблема стала проявляться реже вот но то есть когда было тепло то есть мотор нагревался сильнее проявлялась все чаще и то есть только нагрелась все она заводится либо не заводится не реагирует на педаль газа потом вот этот непонятная такая сложная тяжелая работа двигателя могла длиться 10 секунд или допустим минуту после чего выравнивался мотор и можно будет все принципе закончили будьте осторожны запчастями которые лежат у нас в оригинальных коробочках и не оригинальных сейчас время тяжелое также будьте с теми же тех центрами которые хотя бы вот если вы имеете авто хотя бы вы должны знать элементарные какие-то вещь ну простые вещи то есть открыв заказ на ряд увидев что там кто-то сверлил чего-то делал визуально будет понятно что это невозможно было сделать из задать соответствующий вопрос а как так-то сделали вот чтобы бы не вышло вот как здесь ну все всем пока думаю что все меня услышали и и Продолжение следует...